В этот вечер столько навалилось на него неожиданного, столько ударов вытерпела его душа, что у Васьки уже не осталось ни желания, ни сил что-то скрывать. И только одна мысль заставляла его еще холебаться. Из-за этой штуки могла пострадать мать, ни в чем не виноватая, ни о чем не знающая. Потому он в тот раз ничего и не рассказал Виталию. — Что же ты ему дал, Вася? — повторил свой вопрос Цветков. — Я ему много чего дал. — Думал, отвяжется, — через силу ответил Вася. Цветков кивнул головой. — Знаю. — Этим он перед Лосевым хвастался. Цветков совсем недавно прочел срочное спецсообщение из Снежинска, где подробнейшим образом излагалось все, что рассказал Лосев, придя в сознание. Отдал я ему, с трудом преодолевая последнее колебание, наконец сказал Васька. Дал пистолет, маленький, с перламутровой рукояткой. Его отец с фронта привез. А потом я его нашел и ничего матери не сказал. Боялся напоминать. И потом память все-таки. Васька на секунду умолк и с неожиданным ожесточением продолжал. — Вот однажды ночью в колонии я, дурак, трепанул об этом косому. А он мне житья потом не давал. Чтоб отдал я ему, значит, этот пистолет. Знаете, как грозил? — Ну, я в конце концов его у матери истощил. Гад я последний. — Значит, пистолет сейчас у него? — Да. А патронов сколько? — Одна обойма была, но я ее... Васька слабо усмехнулся. В общем, выбросил. Нет у него патронов. Если, конечно, раздобыть не успел, как собирался. А уж он что задумает, то сделает. — Светков почувствовал, Васька напуган известием, что косой на свободе и что он в Москве. И власть свою над ним косой, конечно, использует. Этого допустить было нельзя ни в коем случае. Следовало сказать Ваське что-то такое, задеть такие струны в нем, чтобы прошел страх перед косым, чтобы появилась ненависть, чтобы Васька стал верным помощником Светкова в предстоящей борьбе. Это нужно было не только и даже не столько Светкову, сколько самому Ваське, чтобы он вздохнул свободно, чтобы почувствовал себя человеком. Но что же ему рассказать о косом? Что могло особенно сильно задеть сейчас Ваську? Светков перебирал в памяти все, что знал о нем, все, что рассказал там снежинский Восиф. Косой насмехался над Васькой, он откровенно презирал его. И вдруг Светкова словно осенило. Ну, конечно, ведь Ваське, особенно сейчас, в эту трудную для него минуту, дороже всего. — А косой? — еще сообщил Восиф, медленно произнес Светков, что косой пробовал было насмехаться над твоим отцом. Говорил, что воры заставляли таких, как он, им пятки вязать, парашу есть. Это чуть не погубило Восифа. Он так говорил, Васька весь подался вперед. В его глазах засветилась такая ненависть и такая отчаянная решимость, что Светков понял, с этого момента косой будет иметь в Ваське врага, какого еще не имел. Это было больше, чем необходимо. Это было справедливо. И с неожиданной для него мягкостью Светков сказал. Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошло и не вернется, понятно? Отец твой был правильным, настоящим человеком. Таким будешь и ты, его сын. Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе, косой, то дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит. И, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе. Только бы скорее, Савроза ответил Васька и вдруг вспомнив спросил. А почему вы сказали, что Виталий чуть себя не погубил? А он чуть в морду не дал косому за те слова. Это, как ты понимаешь, в наши планы не входило. Ну, в общем, сорвался Лосев в тот момент. Васька ничего не сказал, но по глазам его Светков понял, как близок ему стал Лосев. Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда косой даст о тебе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко, сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через два часа. Что он будет ждать сообщения оттуда у дежурного, вот только добежит до ближайшей аптеки, возьмет лекарство для сына и назад на вокзал. Но Светков приказал не возвращаться. Пусть дежурный позвонит ему, он все равно задержится на работе. А от Коленко надо будет завтра рано утром встретить на вокзале Лосевы, отвезти домой. Светков продихтовал ему номер поезда и вагоны. И вот уже ушел Васька, потом Светков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Прошло два часа, потом три. Светков оглядел пустой стол, с которого он уже собрал все бумаги, потом посмотрел на часы и, не выдержав, сам позвонил на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», — доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев, чуть побледневший, осунувшийся, отчего большие его глаза под длинными ресницами казались еще больше, но по-прежнему легкие, изящно одеты, как всегда чуть фронтоватые. Он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Светкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Светкова и воскликнул. «Явление Христа народу». «Ты же болен, черт возьми. Я же тебя лично еще утром уложил в постель. Мы тебе цветы и фрукты готовим, делегацию составляем». «Мероприятие отменяется», — засмеялся Лосев. «Да как тебе домашние медики твои отпустили?» — не унимался Игорь. «У тебя ведь еще вчера температура была». «Была и всплыла». «Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здоровье». «Как вам это нравится, Федор Кузьмич?» «Совсем не нравится», — хмуро ответил Светков. «А потому отправляйте домой, Лосев». Виталий взмолился. «Федор Кузьмич, ну хоть часок побуду, только узнаю, как дела идут. Имею я, в конце концов, право узнать, как они идут». Светков неожиданно смягчился. «Ладно, узнавай, раз пришел». «Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные их не знают, что думать. Иди с отколенка, он тебя проинформирует». «Ну а косой?» «Его ждет твой Васька». И Светков задумчиво прибавил. «Боюсь я этой встречи». Виталий нахмылился. «Разрешите, я к нему загляну». «Ничего, все договорено. Вообще он сейчас на работе. Пошли, симулянт поднялся со своего места от коленка. Не будем мешать начальству». Светков добродушно усмехнулся. Друзья зашли в себя в комнату и закурили. Игорь продолжал начатый в коридоре разговор. «Просто свихнулась на всяких лекарствах. На то она, конечно, медсестра. Но в отношении меня у нее только одно лекарство. Знает, что не выношу ее слез. Вот и пользуется». «Ну да ладно», — перебил он себя. «Давай лучше расскажи, как ты там воевал в Снежинске». «Нет», — замотал головой Виталий. «Сначала ты расскажи, как вышли на этого артиста. Этот старик успеется. Нет, в конце концов я больной человек. Может, это моя последняя воля». Они еще не кончили своего веселого прибирательства, когда позвонил Светков. «Живо ко мне». Он сказал это таким тоном, что Игорь, а за ним Виталий, бросились из комнаты. Когда они появились из Светкова, тот со смешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых и сообщил. Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу. «Обокрали?» — ошеломленно переспросил Игорь. «И значит, вот именно», — заключил Светков. «Ясно, что портсигар тоже уплыл». «Ну, знаете», — Игорь разлил руками, «это уже мистика». «Как же все случилось?» — спросил Виталий. «Ничего не известно. Под каленка быстро в машину, Починского сюда, будем разбираться». Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Светкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чего-то преступления. «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Наших еще не было. Зашел в ресторан, думаю, перекушу. А то, думаю, не успел, торопился». «И чего это ты так торопился, сукин сын?» — со смешкой подумал Игорь. «Сто граммов водки заказал», — продолжал Починский. «Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек, инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан. В туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, и нет его». «Почему не заявили сразу в милицию?» «Почему, почему», — раздраженно ответил Починский. «Потому что милиция только в книгах хорошо работает, да на сцене. Когда вы ее изображаете на юморе», — насмешливо заметил Игорь. «Неостроумно», — отрезал Починский. «Лучше вот найдите мои чемоданы». Цветков невозмутимо кивнул. «Постараемся. Какие у вас там были вещи? Вам что, все их перечислить?» «Обязательно». «Что ж, пишите», — иронически усмехнулся Починский. «Костюм светлый, бежевый, потом серый пиджак, совсем новый, между прочим». Он стал перечислять свои вещи, Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил. «Это все? Все, если не считать мелочей? Назовите мелочи. Булавки, волки, зубную щетку, да? Да, и их. Вы что, издеваетесь надо мной?» Возмутился Починский. «Меня обокрали, кто-то совершил преступление, а вы...» Цветков хмуро глядь ему в глаза отщеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению». «Что?» «Что вы сказали?» «Что слышите?» «Где портсигар из музея?» «Какой портсигар?» «Я не знаю никакого портсигара». Полные щеки его залились краской, глаза забегали по сторонам. Он кричал все громче. «Это что за приемы? Я буду жаловаться. У нас на просмотре ваш министр был. Я ему немедленно позвоню. Вот видите, я в ТК партии позвоню. Вы еще меня не знаете?» Цветков все так же невозмутимо оборвал его. «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит. Не знаю никакой Даниловой. То есть, как-то не знаете, вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?» Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал. «Да-да, действительно, но при чем тут она?» «Может, вы перестанете валять дураха?» «Хладнокровно спросил Цветков. И все честно расскажете?» Но тут вдруг Починский заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всклипывал, и по толстым щекам потекли слезы. «Я не могу, все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим». Игоря стало противно, и он безжалостно заметил. «Только не грозите кончить самоубийством, и в кино сниматься нам не обязательно». «Издеваетесь?» визгливо сквозь слезы крикнул Починский. «И что, издеваетесь?» Виталий слушал, чувствуя, как начинает нестерпимо болеть голова и пробирает озноб. «Все-таки температурка есть», подумал он. «Будете говорить или нет?» Холодно спросил Починского Цветков. «Только не вам». «Придется нам, гражданин Починский, а я не могу с вами разговаривать. У меня нет сил выносить ваши издевательства». Он еле сдерживал рыдание, большие пухлые руки его тряслись, когда он вынимал платок, чтобы выкарить слезы. Цветков брезгливо сказал «Рассказывайте, Починский, чего уж там?» «И не устраивайте бесплатных спектаклей», ставил Игорь. «Уберите его», завержал Починский, «а то я за себя не отвечаю». Цветков строго посмотрел на Игоря и тот, усмехнувшись, поворчал. «Теперь мы за вас отвечаем». Он умолк, скосив глаза на Виталия и как бы приглашая того в свидетеля этой сцены. Но тут же взгляд его стал озабоченным. Игорь встал и сказал Цветкову «Федор Кузьмич, разрешите нам с Лосевым выйти, я его домой отвезу». Цветков поглядел на Виталия и кивнул головой «Давайте». «Не пойду», решительно возразил Виталий и вдруг, словно по наитию, многозначительно добавил «Я хотел бы кое-что еще узнать о том инженере». Цветков и от коленка переглянулись и Цветков пожал плечами «Ладно, слушай». Игорь недовольно уселся на свое место. «Ну, теперь по порядку», обратился к Починскому Цветков. «Первое. Зачем вам нужен был портсигар?» На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое и театрально вздохнов он сказал «Хорошо, слушайте же. Я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. И это будет почти исповедь». Он снова вздохнул и, сделав многозначительную паузу, приступил к рассказу. Все началось с постановки у нас в театре пьесы одного австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, я играл одну из главных ролей. Там присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участника спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельный человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любую сувенир Достоевского, за любую его вещицу, платят колоссальные деньги. Я бы, сказал он со смехом, и сам не задумываясь отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Ну, посмеялись. Потом заговорили о другом, обменялись адресами. В тот момент я и не подозревал, как трагически обернется для меня этот памятный вечер. Починский говорил с чувством, голос его звучал то зловеще, то насмешливо, то грустно. Он судорожно прижимал к груди свои большие розовые руки или делал эффектные жесты, помогая рассказу. Починский явно старался очаровать, подкупить слушателей этой своей игрой, не чувствуя всей ее неуместности и бессмысленности. Вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече, с пафосом продолжал он, и вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделушку Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Это было как наваждение, как рок какой-то. Снился он мне, представлял, да так живо, как позвоню по приезде в Вену этому искусствоведу, как встретимся, как передам ему портсигар, деньги уже распределил, хозяином себя уже чувствовал, и так, и всяких тратил, потом планы начал составлять, как этот портсигар, ну, достать, что ли. Он глубоко вздохнул, широким жестом промокнул спотевший лоб и горестно, чуть заискивающе улыбнулся. Конец этой трагедии вы знаете, но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек и никогда раньше... Раньше было тоже не все хорошо, сухо заметил Цветков. Нам уже кое-что известно о вас. Это клевета, ласкликнул Починский. У меня есть завистники, я их знаю. Об этом потом остановил его Цветков и, взглянув на Виталия, сказал, «Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил? Как выглядел?» Починский занялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что многого не помню. Постарайтесь все-таки вспомнить, ну, что он говорил. Ну, что инженер, командированный. Да, что приехал с севера». «С севера?» вырвалась Виталия. «Он так сказал?» «Да, сказал», растерянно подтвердил Починский. «А что?» Виталий покачал головой. «Ничего-ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?» «Да, представьте себе, говорил», оживился Починский. «Он, он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны». «Какие именно называл?» «Не помню», наморщил лоб Починский. «Видит, бог не помню». «Да, сказал, что любит тихие рестораны и не в центре». «Тихие», говорит, «встречи люблю». «Да, да, это я почему-то запомнил». «Интересно, почему?» «Жило», спросил Виталий. «Сам не знаю, право». «Как он выглядит?» спросил Светков. «В чем одет?» «Что ему сказать?» «Ну, высокий, плотный, лицо узкое, лысоватый, но совсем не старый, а трепач страшный, такой, представьте, свойский, обходительный, я бы даже сказал, не глупый мерзавец». Починский вбросмутился и покраснел. «Он, видимо, вспомнил, что и сам здесь не только в качестве жертвы». «Одет как?» снова спросил Светков. «Одет, все, знаете, совершенно новое. Я даже обратил внимание. Серый костюм, серые ботинки, синяя рубашка». «Так-так», задумчиво произнес Светков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?» Починский смыщенно усмехнулся. «Черт его знает, прихвастнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию». «Все ясно», решительно сказал Светков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах». Починский насторожился. «Но имейте в виду», вкратчиво сказал он, «что портсигар все-таки украл не я». От коленки насмешливо спросил с дивана. «Вы это тоже учли?» составляет свой план. «А я с вами вообще разговаривать не желаю», вспыхнул Починский. Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая с олба крупные капли пота. Все это время Цветков, надев очки, невозмутимо читал какие-то бумаги, а от коленка с лосевым курили и тихо беседовали о чем-то постороннем, сидя на диване. Служебные разговоры вести не полагалось, и оба посмеивались над своими усилиями обходить то главное, что волновало их сейчас. Совсем стемнело и Цветков зажег лампы, маленькую настольную и большую под потолком. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы. За это время он, видимо, успокоился и даже кое-что прикинул про себя, потому что уходя уже в дверях Цветков его отпустил, отобрав подписку о невыезде из Москвы, он сказал «Я еще раз повторяю, что парсигар из музея не крал, и между прочим ту девицу украсть тоже не заставлял. На этот счет она все врет, сама вызглась». Ему ничего не ответили и Починский усмехнувшись вышел. «Ну, два сапога пара», покачал головой от коленки, а Виталий прибавил. «Этот он я, пожалуй, все-таки утопит, а, Федор Кузьмич?» «Навряд ли», покачал головой Цветков. «Разобраться тут нетрудно». Он откинулся на спинку стула и посмотрел на обоих своих сотрудников. «Ну, смотри, что будем делать дальше?» И он остро взглянул на Виталия. «Что же это за инженер, как думаешь?» «Заседание продолжается», весело похватил Игорь. «Вся Европа смотрит на вас, товарищ Лосев. Изрекайте». Виталий улыбнулся. «Сейчас изреку и уже серьезно закончил. Боюсь, это тот самый Попф, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера. И еще многое совпадает. Я же помню содержание его письма». «Но как он попал на Киевский вокзал?» спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов». «Да», задумчиво кивнул Светков, «давайте прикинем по времени. Если письмо было послано с дороги, то в Москве он уже два дня, так, и приехал на Ярославский вокзал, если ехал с севера как топ-инженер». «Но привет он передал. Из снежной стибили», заметил Виталий. «Ага, тогда, скорее всего, Казанский вокзал. Почему же он очутился на Киевском?» «Давайте милые рассуждать», предложил Светков. «А что? Он преступник активный», сказал Лосев. «Искал там жертву». От коленка отрицательно замотал головой. «Скажешь что же, он не только активный, но и опытный, знает, что ему беглому появляться на вокзале опасно. Потом он набит деньгами пока. Зачем же рисковать?» «Тут милые мои два вопроса», вступил разговор Светков. «Первый, надо разослать запрос, кто из пассажиров, следовавших поездами с Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов. Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще надо проверить сообщение о побегах. Может узнаем его настоящую фамилию и кое-что еще о нем. Теперь второе. Обратили внимание, уж слишком чисто он одет, а в Москве провел две ночи не меньше. Значит не у шпаны ночует, а в культурном месте. В гостинице он, конечно, не сунется, убежденно заметил Игорь. Там паспорт надо на прописку сдавать, его в милицию понесут. Цветков утвердительно кивнул. Ясное дело, не сунется. А культурных знакомств в Москве, конечно, нет. Где же он ночует? Вопрос. Мало ли, ответил Виталий, комнату снял? Э, нет, Цветков осмехнулся. Нынче народ в Москве стал осторожнее. Первому встречному никто комнату не сдаст. Но Виталий не сдавался. А он в дороге с кем-нибудь познакомился. Наконец роман завел. Он же вон какой общительный. Не думаю, снова не согласился Цветков. В квартире соседи глаза уж любопытства. А он беглый. Скорее, милый другое. Цветков секунду помедлил и продолжал уже задумчиво, словно советуясь самим собой. Может он, к примеру, поднаврать, сунуть рубль другой и на вокзале в комнате для транзитных пассажиров ночевать, а? Там никаких паспортов сдавать не надо. И обстановка вполне культурная. На таком людном вокзале, как Киевский, с сомнением спросил Виталий. Игорь вдруг встрепенулся. Граждане братцы. Именно на таком людном. Он же хитер, как леса. И еще киевские, дальше всех вокзалов от Казанского, на которые он приехал. Это и психологически оправдано. Будет тебе такая леса жить на вокзале, упрямо возразил Виталий. Сам же сказал, что ему там появляться даже опасно. Появляться, чтобы совершить преступление опасно. А чтобы скрыться среди сотен самых разных людей, это уже старик совсем другое дело. Именно леса так и поступит. А знаете, что, милая, неожиданно сказал Цветков, есть предложение, сейчас он сгинул на часы, 23 часа, самое время, проедемся туда. Верно, с энтузиазмом подхватил от коленка. После событий последних дней он ловил себя на мысли, что стал верить в Цветкова как в Бога и даже порой стеснялся этого безоговорочного чувства. Что ж, съездим, без всякого энтузиазма, согласился Лосев. Чего в жизни не бывает. Когда шли через площадь к вокзалу, у Виталия мелькнула мысль, а вдруг возьмем. Он даже не заметил, как от волнения у него прошла голова, только слабость напоминала о болезни, да и то, когда он вдруг начинал прислушиваться к себе. Видимо волновались его спутники, потому что когда подходили к вокзалу, все трое уже почти бежали. В комнату на третьем этаже, где рядами стояли кровати, зашел один от коленка, зашел позевывая, усталый, не спеша оглядываясь, словно ища свободную кровать. На некоторых постелях уже спали, кто укрывшись с головой одеялом, кто наоборот откинув его, кто еще иначе, но все по-разному. Как живут, так и спят, почему-то подумал Игорь. На нескольких кроватях люди еще только раздевались, складывая вещи на стул возле себя. Одна и две кровати оставались незанятыми. Игорь обратил внимание на сложенную возле постели одежду. Серые костюмы были только у двоих из спящих, но рубашки у одного белая, а у другого черная. Больше Игорь вообще ничего достойного внимания не заметил в этой большой сонной комнате. Он потянулся, потом, словно вспомнив что-то, не спеша направился к двери. В это время цветков и лосиф разговаривали в соседней комнате с дежурной маленькой пожилой женщиной в синем халате. Земляка вот разыскиваем, озабоченно говорил ей цветков. Такой высокий плотный парень, а лицо узкое такое и лысоватый даже. А одет он серый костюм, серые ботинки и рубашка синяя. Может видели? Поспешно добавил Виталий, окончательно озаразившись азартом поиска. Дежурная передернула худыми плечами и равнодушно проворчала. «Нечто всех запомнишь, тысячи их у меня проходят». «А сейчас такой не спит у вас?» спросил Цветков. «Очень он нам нужен, мамаша». «Вот и ищите нас нужен, мне-то что». Виталий начинал терять терпение. Он готов был уже вынуть удостоверение и поговорить с этой неприветливой грубоватой женщиной по-иному строго официально. Его сдерживало только присутствие Цветкова, а тот словно и не замечал ее неприязни. «Неужто мамаша тебе не приходилось никого из близких разыскивать?» «Не то укоризненно, не то сочувственно», спросил он. «И к людям за помощью никогда не обращалась». Неожиданно морщинистое совпалыми щеками лицо женщины дрогнуло, и она со скрытой бою отрывисто сказала. «Не приходилось, война всех прибрала, а в мужике моем похоронная сама меня нашла. А вот от сына лейтенанта, холмик на Орловщине, правда, разыскал им. Кажем мы год езжу прибирать его». «Тоже, небось, люди помогли холмик-то найти», вздохнул Светков. Виталий ловил в его словах такое истреннее участие, что невольно подумал. Удивительный он сердечный человек все-таки. И неожиданно сам почувствовал симпатию к этой маленькой, столько горе вынесшей женщине. «Без добрых людей свет не стоит», ответила та и, помедлив, добавила. «Вспоминаю я того, как вы говорите. Ночевал ту и ночь, а потом вырвалось Виталий. Потом ушел, рубль лишний сунул, все шутки шутил балабон. Куда же он ушел, продолжал нетерпеливо допытываться Виталий. Будто знакомого какого-то встретил. Это выходит вчера вечером было? Ага, поздно так пришел, думала спать будет. Зачем же он пришел тогда? Женщина усмехнулась. Переодеваться, вещи из камеры принес, два чемодана. Она пытливо оглядела своих собеседников и делом безразличным тоном добавила. Страсть как спешил. Записочку одну обронил, так я его и догнать не Виталий. Кто ее знает? Бросила куда это? Тут вступил в разговор Цветков. Он очень серьезно с каким-то новым значением сказал. Нам непременно найти его надо мамаши. И женщина усмехнувшись ответила. А я уже сама вижу, что вам его беспременно найти надо, землячка этого. Она вздохнула и с сожалением добавила. Хорошие вы люди, а то бы ни почем рыться в грязи она неохотно подошла к железной урне в углу и растелив перед ней на полу газету с усилием вывалила туда мусор из урны. Цветков и лосев попытались было ей помочь, но она повелик набуркнула сама. Нечего вам-то пачкаться. Нам наше тоже приходится с грязью дело иметь, усмехнулся Цветков. Та промолчала и пристех на корточке стала быстро перебирать кучу мусора на газете. В это время из соседней комнаты появился Каленко. Он с удивлением поглядел на товарищей, нетерпеливо склонившись над женщиной около мусорной кучи и, подойдя, тихо спросил Виталия, что сие значит? Погоди, ответил тот, не отрывая глаз от быстрых рук женщины. Ищем тут записку. Наконец женщина нашла то, что искала. Вот она. И с усилием приподнявшись передала цветковую бумажку. Три жиловы поспешно склонились над ней. В записке была только одна коявая строчка. Место старое тихие встречи. Бумага была пожелтевшая от времени, с обтрепанными краями, чернила на ней чуть выцвели. Все трое молча переглянулись. Потом Виталий неуверенно произнес «Странно, знакомые какие-то слова». Они торопливо и благодарно простили с худенькой женщиной в синем халате. Та в ответ лишь хмуро кивнула им «Чего уж там, ладно». Шел второй час ночи. Все трое валились с ног от усталости и волнения. Но Цветков неожиданно сказал «Приветствую еще поработать, как-никак идем по горячему следу. Ему негде ночевать, кроме как на другом вокзале, ясно?» «Куда яснее», немедленно согласился от коленки. «И теперь он в бежевом костюме», добавил Лосев. Они прошли в комнату дежурного и вызвали оперативную машину. Пока ее дожидались, Цветков сказал «В Москве девять вокзалов, так, этот и казался отбросим, остается семь». Потом связались по телефону с дежурными этих вокзалов, попросили до приезда оперативной группы взять под наблюдение комнаты для транзитных пассажиров и сообщили на всякий случай приметы интересующего их человека. Машина пришла раньше, чем успели связаться со всеми вокзалами. Предупредить остальных попросили дежурного лейтенанта. Уже начинало светать, когда Цветков и его сотрудники вышли на пустынную маленькую площадь перед Савеловским вокзалом. Около низенького полисадника у стоянки такси сиротливо притулились две машины зелеными фонариками. Водители крепко спали. На широкой лестнице, ведущей от платформ к выходу в город, появилось несколько человеческих фигур. Видно, первый утренний полис уже пришел в Москву. Сюда можно было и не ездить, с досадой сказал Виталий. Никуда можно было не ездить, поправил его от коленка. Цветков покорчал головой. Нет, милые, всюду надо было ездить. Теперь версию насчет комнат для транзитных пассажиров на сегодня можно отбросить. Со спокойной совестью. А раньше как? Не простили бы себя, если что. Они разбудили дремавшего в машине шофера. С утра займемся другой версией, сказал через плечо Цветков, тяжело опускаясь на переднее сидение. Насчет тихих встреч. И добавил, обращаясь к шоферу. Давай, Коля, развези-ка нас по домам. Спать осталось, он посмотрел на часы. Всего ничего. Добрые люди уже седьмой сон видят, усмехнулся Виталий. У добрых людей уже будильники звонят. Снова поправил его от коленка. Да, у Бог работку. Зато любимый город может спать спокойно, отозвался Виталий. Всех неудержимо клонило ко сну, но когда Светков заговорил о предстоящих делах, сон сам собой улетучился. Игорь удивленно заметил. Скажи, пожалуйста, как будто второе дыхание появилось. Это уже последнее, усмехнулся Лосев. Надо было все обдумать и обо всем условиться, поэтому решили собраться утром пораньше. Выспимся, милые, потом, сказал Светков. И Виталий беспечно добавил. На том свете скорее всего. Юмор у тебя что-то не тот, дозвался Игорь. Не наш в общем юмор. И, обращаясь главным образом, к Светкову добавил. А что, ниточка все-таки не рвется, тянется. Вопрос только куда? К в середине следующего дня многое прояснилось. Ахаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения Григория Сердюха по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Светков, надев очки, внимательно прочел сообщение, затем удовлетворенно сказал «Наш» и посмотрел поверх очков на Игоря. «Какие есть данные?» «Осужден за вооруженный грабеж с убийством. Судим и четвертая». «Последний раз где судим?» «В Снежинске». «В Москве связи не установлены». «Так, опасный тип». Потом приехал в гости и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии. В ужасном положении люди, волнуясь, говорил Виталий, в Москве неродных незнакомых с детьми собирались потом ехать на юг отдыхать. За три года первый отпуск. От Коленко мрачно произнес. Паразит. Добраться бы до него, пока он все деньги не просадил. «Вот об этом и подумаем», сказал Светков и в свою очередь спросил. «А им что же и помочь некому?» «Ну как так некому? Министерство там что-то им выдаст, наверное, другу, а отдых пропал». «Ладно, давайте думать», тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия. «Значит, тихие встречи. Это что такое?» «По моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», сказал Виталий. «Не может быть», удивился от Коленко. «У нас так рестораны не называют. Вот, например, «Заря», «Якорь», «Волна», «Москва», «Ленинград», «Киев». Это я понимаю. А тихие встречи...» «Сам видел», ответил Лосев. «А то бы тоже не поверил». Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милой моей, подготовиться. И по-особому на этот раз...» «А чего тут особого?» спросил «Взять обоих, проще всего. И я Косову узнаю как-никак. Просто, но глупо», нахмурился Цветков. «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Где, к примеру, ночевал сегодня этот Сердюк? Может, связи у него какие-нибудь да есть? Пишет дело у него в Москве какое? Что этот волк задумал, с кем? И насчет оружия тоже? Все, милую, надо постараться прежде узнать, а потом уж брать. И тоже по-умному. Да вам не котята, это звери опасные. Наконец-то становится горячо, азартно воскликнул от коленка. Котята, мне признаться поднадоели, а что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне покомандовать парадом. Слосева хватит. Цветков задумчиво усмехнулся. Горячо будет так, милые мои, что всем дело хватит. Но ты, он оценивающе посмотрел на Игоря, ты получишь от того, что я не могу сделать задание. Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план, и зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Ресторан «Тихие встречи» не оправдывает своего названия. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Здесь были сигареты Кэмл и Честер, авторучки и зажигалки с обнаженными красавицами, яркие галстуки и нейлоновые кофточки, мужские носки и пуловеры самых невероятных раскрасок, пестрые пачки жевательной резинки, словом, типичный Запад, скупленный у иностранных моряков и на толчке. Олег был в одних трусах и черной рубашке на выпуск. Покуривая сигарету и щурясь, он критически осматривал одну вещь за другой, прикидывая в уме, сколько можно будет получить за каждую из них золотушных московских пижонов, которые, конечно, ни в какое сравнение с одесскими королями бизнеса не шли. От этих прикидок на нежном лице Олега проступил румянец, а большие темные глаза начинали блестеть. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить на местном заводе дефицитную облицовочную плитку. Олег чувствовал, что начальство с какой-то странной неохотой направляло его в эту поездку. Но не в его характере было выяснять причины свалившегося на него счастья. Главное, что это случилось. А почему его интересовало, как прошлогодний снег. Встреча с давними друзьями была самой радостной. Земляк, с которым он обычно осуществлял свои комбинации, просто обомлел от счастья и немедленно привел в действие все свои связи. Улов получился отменным. Единственными, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы, но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходит среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Но Олег самодовольно объявил, что задание своего начальства он уже выполнил и теперь намерен отдохнуть. Дорога-сестренка пригрозила пойти в милицию. Мать все дни ходила с красными от слез глазами. А отец крутой и вспыльчивый просто выпроводил его из Одессы, причем сам купил ему билет и не успокоился, пока не усадил своего мерзавца и балбеса, как он выразился, в вагон поезда. Да еще пригрозил, что через месяц приедет в Москву. И, как он тоже выразился, наведет окончательный порядок. От отца в этом смысле можно было ждать каких угодно неприятностей. Они могли оказаться тем более чувствительными, что совсем недавно Олега уже вызывали в милицию. Спасибо бывшему дружку Ваське. А тем, что это за то, что молодой парень наказывается, что-то пронюхало его комбинациях. Правда, Олег тоже в долгу не остался и под Ваську мину подвел. Все же на душе остался неважный осадок от этого визита. Поездка в Одессу, как полагал Олег, должна помочь ему встряхнуться и войти в рабочую колею. Но этого не получилось. Мало что отъезд его был обставлен родными столь бестатно. Главное заключалось в том, что его выпилили значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждал, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. Прежде всего следовало распределить привезенный товар с учетом возможностей его контрагентов. Этой работой Олег и занимался сейчас, заперевшись от надоедливых соседей. Ибо работа эта требовала сосредоточенности и тонкого расчета. Вот в этот такой напряженный момент и раздались в коридоре звонки, два длинных и один короткий, к нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. Дверь открыла старушка соседка. Олег дома? Раздался чей-то незнакомый голос. Дома, дома, проворчала соседка. Вон туда иди. Олег не любил неожиданного вторжения к нему незнакомых людей. Может опять из милиции? Мелькнула тревожная мысль. Это было сейчас не только неприятно, но и опасно. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед высокие жилисты, в мятом пиджаке и растернутой ковбойке. Нагловатое цыганское глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением. Это ты, Олег? Спросил парень недоверчиво. Олег насмешливо спросил. А что, не похож? В том-то и дело, что не похож. Олег окончательно успокоился и даже развеселился. Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне. Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. Ты этой пац то брось. Я дело спрашиваю. С угрозой сказал он. Дружок у тебя такой есть, Васька? Был. Назови туманной юности. А что? Где живет? Олег, пожав плечами, назвал адрес. Как подходит? Он продолжал смехаться. И фамилия Полуянов. И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. С другой стороны, мама имела в девичестве ты брось трепаться, угрюмок советовал гость. Может у вас еще какого дружка Олегом зовут? Я переписи его дружкам не вел, особенно последним. Чего-то ты на того Олега не похож. В Москве 37 116 Олегов. Может какой-нибудь из них и похож. Так что извиняю за беспокойство. Олег уже терял терпение. Кроме того, начинало закрадываться какое-то странное беспокойство. Парень знал его фамилию, знал Ваську. Неутерпев, Олег спросил сам-то ты кто такой? Парень подозрительно поглядел на него, потом вытащил папиросу, закурил и не спеша в свою очередь спросил ты от Васьки про косого не слышал? Косой? изумленно переспросил Олег. Ты есть косой? Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить? Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за косой напружинился и сжал большие кулаки. Выходит ссучился Васька. Выходит не того Олега прислал. У него побелели губы. А я как последний фраер приехал и решил того Олега найти. Думал закадычным дружком не стал. Больше Ваське он мне показался. А по имени и фамилии в справочном твой адрес дали. Он говорил отрылист и лихорадочно наливаясь злобой. Продал Васька и тебя и меня. Олег ошеломленно кивнул головой. Выходит так. Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал. С неутихающей злостью продолжал косой. А меня в командировку вырук отослали, сообщил Олег. Это я раньше времени вернулся. Во-во, теперь только явись. Что же мне делать? Страх холодной скользкой змеей проник ему в душу и липкий озноб прошел по телу. Что же делать? Дрогнувшим голосом повторил Олег. Черт что получается? От обычной самоуверенной наглости не осталось и следа. Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал. С Васькой надо посчитаться, понял? То есть как посчитаться, испуганно переспросил Олег. А так, как со всякой сукой считается, не слыхал? Косой произнес это безжалостно и насмешливо. Я нет, я тут ни при чем, заикаясь от испуга проговорил Олег. А на свободе ты еще погулять хочешь? В голосе Косова прозвучала угроза. И здоровье тоже побереги, многозначительно добавил он. Нет, уж ты сам. Олег готов был бежать сейчас куда угодно от этого страшного человека. Зачем только он вернулся в Москву? Зачем? Но этих зачем было так много, что он уже не знал в чем раскаиваться. В знакомстве с Васькой, в ссоре с родными, в скупке этого проклятого товара. Все перемешалось в голове у Олега, и он только чувствовал, что незримым, связан с этим черномазым бешеным парнем, который, конечно, ни перед чем не остановится, если Олег будет ему мешать. Да и войске стоит как следует навесить за предательство. Сегодня у меня встреча одна должна быть. Медленно что-то обдумывая про себя, сказал Косой. Записку отнесешь, скажу куда. И все? С надеждой спросил Олег, и облегченно вздохнул. Это пожалуйста. Косой зло усмехнулся. Это раз, потом еще одно. Пока Васька ничего не чухает, его увезти надо. Ты город-то знаешь? Здесь нигде нельзя, поспешно возразил Олег. Это уж ты прикидывай. Косой насмешливо посмотрел на него. А то я к тебе его приведу. Ты что в уме? А вот и думали, башка-то небось работает? Но голова у Олега начисто отказывалась работать. Он был как в горячечном тумане. Мелко-мелко тряслись руки и ноги, и он ничего не мог сообразить. Надо уехать куда-то подальше от Москвы, чтобы никакого подозрения не пало на него, на Олега. Пусть уж там они как хотят считаются, но куда можно уехать? И вдруг он вспомнил «Во, самое лучшее!» И с облегчением сказал «Кажется, есть такое место». Об остальном они договорились быстро. Потом Косой ушел, спустя некоторое время ушел и Олег. Вась вещь умазы в проматленной спецовке стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Сергей работал ловко, деловито, с фасоном и Васька еле успевал подавать ему инструмент. В громадном помещении гаража стоял шум. С ревом въезжали и выезжали машины, гудели подъемники, перекликались десятки голосов веселых, сердитых, разных. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки, отрывисто приказал. Вытри и наждаком их. А чего ты их так? Прокладку пробил, не видишь? Васька кинулся за наждаком. Прошло уже несколько дней, как его восстановили на работе, а он все еще был возбужден, как после выигранного сражения. Здорово тогда Виталий этого баранникова прижал, и райком Комсомола вмешался. Ребята там, оказывается, будь здоров. Но чего совершенно не ожидал Васька, так это прихода Витьки Сахарова из штаба дружины. Пришел тоже заступаться за Ваську с мехатурой. Но смешно было сейчас, а тогда Васька сначала испугался, а потом не знал, куда спрятать глаза. Уж кто-кто о Сахаров знал о всех его художествах. Васька, конечно, догадывался, что и тут дело не обошлось без Виталия, но все же Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал, «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, говорит». Васька отложил колодки и, предупредив Сергея, не спеша в разлавочку вышел из гаража. За проходной его дожидался косой. Увидев его, Васька в первый момент растерялся. Так далек он был сейчас от мысли об этой встрече, встрече, о которой его предупредил Цветков. Но быстро пришел в себя. Он знал, что надо было делать. Обо всем условлено. Виталий вел себя там, в Снежинске, как надо. Косой ни о чем не подозревает. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, волнуясь и с трудом, сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. С ним нельзя было расправиться так, как привык это делать Васька в прошлом. Не избить, не ударить ножом. С ним надо было хитрить. И Васька давал себе плятву все сделать как надо. И вот пришло время выполнить ее. Косой пришел, он ждет, он рассчитывает найти в Ваське прежнего покорного запуганного парня. Ну-ну, посмотрим. Васька вышел с проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка. Привет, сказал он. Не ждал? А чего мне тебе ждать, не девчонка? И то верно, охотно согласился Косой. Чего меня ждать? Надо будет сам притопаю, верно говорю? Верно. И ж, какой ласковый гад, подумал Васька. Я тебе пятки полежу, погоди. Вот и притопал, многозначительно сказал Косой. Дело есть, фартовое, будь уверен. Опять тянуть с меня будешь? Не, все, поспешно заверил Косой. А пушку ту никуда не дел? Косой как-то странно взглянул на Ваську и с напускной беспечностью ответил. Не бойся, она в порядке. А масляк нашел? Нет, не нашел. Васька почувствовал, как у него отлегло от души. Ему сейчас было страшно даже подумать, что из пистолета отца мог вдруг выстрелить этот бандит. Из пистолета отца. Ладно, тряхнул головой Васька, словно прогоняя неуместные сейчас мысли. Ладно, говори, какое дело есть. Косой нехорошо усмехнулся. Всего сказать не могу. Со мной поедешь. Куда? Сначала на вокзал подпрыгнем, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер. Ваське на миг вдруг стало страшно. То ли от странной усмешки Косова, то ли от необычного для него дружелюбия, с каким-то он говорил сейчас. Но он легко поборолся ли это чувство. Когда поедем? Беловик спросил он. Сейчас надо. Отпросишься, работяга? И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только. Ну давай топай. Когда Васька вернулся, рабочие уже расходились умытые, сбросившие свои спецовки. Васек, крикнул Сергей, болеть поедешь? Сегодня мы 14-й базой играем. Сергей имел второй разряд по волейболу и уже давно заманивал Ваську к себе в команду. Реакция у тебя блеск, говорил он, и удар сильный, но техника не ночевала. Собираемся около мотористов, добавил Сергей. Сегодня не могу, к сожалению, ответил Васька. Он торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. Федор Кузьмич, торопливо сказал Васька, приятель появился, зовет с собой, дело у него есть, можно поехать. Сказал куда? Сначала на Ярославский вокзал за вещами. Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал «Езжай». Но только на вокзал и все. Оттуда домой, под любым предлогом домой. Смотри, Вася, не забывай, о чем условились. Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек далеко от центра города. Крупных учреждений, предприятий поблизости не было, и днем даже в обеденное часы ресторан посещался мало, да и вечерами на его стеклянных дверях никогда не появлялась таблички «Мест нет». Это, видимо, объяснялось еще и тем, что там не играл шумный оркестр, не было танцев, даже его внутренняя планировка, где столики были по возможности изолированы легкими изящными перегородками, создавало ощущение почти домашнего уюта. Администрация, видимо, стремилась оправдать название ресторана и обеспечить своим гостям возможность тихих встреч, нешумного отдыха и покоя. Днем здесь обедали целые семьи, холостякие и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. По вечерам столики занимали в основном компании пожилых людей. за два дня Игорь Акаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничего внимания. Не вызывало удивления и то, что он стремился всегда занять один и тот же столик. Домашняя обстановка влекла за собой и соответствующие привычки. Труднее было найти подходящий столик, сири за которым хорошо бы просматривался вход в зал, но у Акаленко был уже немалый опыт в таких делах и наметанный глаз. Связанная с Игорем оперативной группой, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо бы увиден каждый человек, входящий в ресторан. В случае появления Кассова, которого Лостев конечно сразу бы узнал, в ресторан должен был зайти один из сотрудников. Что касается Сердюка, то его предстояло узнать лишь по приметам. А дальше Игорь приступал к выполнению своего специального задания, оперативная же группа должна была подключиться лишь на самом последнем этапе, возможно даже совсем в другом районе города. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный изучающий взгляд. Игорь не видел этого человека, он только ощущал его присутствие и догадался, что человек этот сидит справа от него за столиком в углу. Это было странно и неприятно. Всех, кто вошел за это время в ресторан, Игорь видел. Среди них не было знакомых. Значит, человек этот уже был в ресторане, когда пришел Игорь. Неужели он пропустил его, когда шел к своему столику и незаметно облядывал посетителей? Скорее всего, так оно и было. Угловой столик из-за необычной планировки зала просматривался последним и лучше всего с того места, где сидел Игорь. Но для этого сесть надо было по-иному, и тогда Игорь терял бы из виду вход в зал. Проклятая планировка. Однако надо было немедленно выяснить, кто этот человек. Слишком многое зависело от этого. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнулся с стола тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, тот самый, с которым беседовал Игорь недели две назад по поводу кражи портсигара из музея, который ругал картину какого-то итальянца там и предлагал писать его Игоря портрет. Зернов был в знакомой спортивной куртке на молнии, только без берета, коренастый, жилистый, загорелый. Костистый, с хищным носом и глубоко запавшими и цепкими глазами лицо его, и бритая голова были медными от загара, а длинная прямая трубка, прихваченная крепкими зубами, придавала ему сходство с индейцем, лишь недавно познавшим благо цивилизации. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. Уж не меня ли рисует? С неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю. Здравствуйте, дорогой товарищ, пробасил он, лукавый, в то же время удивительно добродушно улыбаясь. Разрешите показать вам портрет одного знакомого? С листа бумаги на Игоря смотрел он сам. В торопливом карандашном рисунке художник сумел ухватить не только характерные черты лица, приплюснутый как у боксера нос, тяжело выступающий подбородок, но и броский контраст черных коротких волос и светлых, именно светлых глаз. Ну, дорого, невольно вырвалось у Игоря. Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок. Студия моя здесь, рядом, Васил Зернов. Расщедрился мостсовет. Питаюсь тут. Заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежки лиц. Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Он вынужден был даже просмотреть все наброски Зернова, при этом внимательно следя за приходом в ресторан каждого нового человека. Заметил Игорь и невысокого чернявого паренька с быстрыми глазами во фронтоватом костюме, который не очень уверенно огляделся по сторонам и сел за ближайших двери столик. Просматривая рисунки, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» спросил отколенко. «А, бедняга!» сочувственно махнул рукой зернов. «Вот придет, познакомлю приезжий. Вчера познакомились, обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил». Игоря хватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?» «Инженер Севера». Фамилия Егоров. Как не владел собой отколенко, он невольно вздрогнул при этих словах. «Егоров?» «Именно. Знаете такого?» Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами. «Нет, просто история такая, необычная». «Между прочим, по вашей части, засмеялся Зернов. «Да, кстати, портсигар тут нашли?» «Нет еще», рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы отколенко знал, что происходит за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Виной всему был тот самый чернявый паренек, который сидел сейчас за ближайшим ко входу столиком. Как только он вошел в ресторан, Виталий Лосев сорвался со стула около окна, через который он наблюдал, и бросился к телефону. «Федор Кузьмич», звал на он, прокричал он трубку, «В ресторан пришел Олег Павуянов». «Ты что, милый?» встревожился Цветков. «Его же нет в Москве, ты не обознался?» «Это точно, Федор Кузьмич, я его отлично запомнил, сам ничего не понимаю, у него командировка кончается только через пять дней». «Странно», Цветков задумался, «и почему он пришел как раз в этот ресторан?» «Может быть, он виделся с косым, тот ведь знает его фамилию, мог разыскать». И тут Цветкова словно осенила. «Лосев», дрогнувшим голосом сказал он, «полчаса назад косой увез Васю». «Куда увез?» «На Ярославский вокзал». «Оттуда Вася непременно должен вернуться домой. Придумай что-нибудь и позвони мне». «Что же делать, Федор Кузьмич? Ведь косой он на все пойдет». Последние слова Виталий почти прошептал в трубку. Он вдруг так ясно представил себе в этот момент безоружного, ничего не подозревающего в Ваську и косого, каким он запомнил его, когда тот зверем кинулся на Виталия, там, в доме Анисии. Он так ясно представил себе эту неравную смертельную схватку, что на секунду потемнело в глазах. Ведь это он, Виталий, будет виноват, если с Васькой что-нибудь случится. «Что же делать, Федор Кузьмич?» в отчаянии повторил он. «Что-то надо сейчас же делать. Надо, милый, вот что!» с подчеркнутым хладнокровием приказал Цветков. «Никифорова, немедленно на вокзал. Он видел Васю, тот сидел у него в комнате. Он узнает его там. А Бурков пусть едет к Васе домой и ждет его». «А я?» вне себя воскликнул Васьев. «Разве я могу сейчас сидеть здесь?» «Вы что, Федор Кузьмич?» «Косой сюда выходит не придет, значит не придет и Сердюк». Цветков задумчиво ответил. «Это верно. Вот коленка, скорее всего, вечер будет пустой. Но ты останешься». «Да зачем, зачем?» «Ты проводишь Олега, Лосев. Я поеду к Ваське». «Нет, ты проводишь Олега. Да его любой из наших проводит, а я...» «А ты сейчас не работник», жестко перебил его Цветков. «Ты черт знает, каких дров наломаешь». «Федор Кузьмич, выполни приказ, Лосев». И Цветков бросил трубку. «Все», упавшим голосом сказал Виталий, стревоженным сотрудником, слушавшим его разговор. «Все, ребята». «Что все?» «Толком говори», Сергето сказал один из них, «испрячь нервы». «Вы едете, а я остаюсь, потом еду я». «А Цветков жестоко ошибся, причем ошибся дважды. На лозоле ласти не оказалось, не появился он и дома, зато Виталию Лосеву нежданно-негаданно досталось новое испытание. Выпало оно и на долю от коленка, вечер не оказался пустым. В ресторане откуда-то со стен лилась музыка, тихая-тихая, лишь как некий приятный фон, не заглушая ничьих самых негромких и задушевных бесед. «Люблю здесь бывать», Зернов с наслаждением потянулся. «Удивительно приятная установка». «Да, установка приятная», натянут улыбнулся от коленка. «Он уже пришел в себя от сделанного открытия и теперь лихорадочно соображал, как вести себя дальше. Неужели придется ко всем событиям, которым предстоит развернуться, подключать этого художника? Правда, он человек честный, неглупый, кажется, не трус, а главное, он познакомит Игоря с Сердюком. Это большая удача, конечно. Значит, о том, где Игорь работает, он даже заикаться не должен. Об этом его придется предупредить, тут уже никуда не денешься. Следовательно, его придется предупредить и о том, кто такой Сердюк. Это уже хуже. Тут зернов может сорваться, но от этого тоже никуда не денешься. А вот потом, потом надо зернов отрываться, надо куда-то увлечь Сердюка, выпытать все, что требуется и подать сигнал оперативной группе. Брать Сердюка будут они. Это очень серьезные операции. Сердюк насторожен, озлоблен и, вероятно, вооружен. А вы газетку почитываете? Полезно, хотя, порой, признаться, улыбку вызывает добродушно, гудел между тем зернов. Порой, знаете, очень уж наивно. Игорь рассеянно спросил, что наивно? Ну, вот кое-какая информация, всякие катастрофы, пожары, крушения, все, мол, только там, на Западе. И за дня в день сообщают. Недавно даже сообщили, что лев какой-то дрессировщика своего съел, и тоже в Америке, мол, понимая так, что наш советский лев... Слышите, товарищ Зернов, Игорь наконец решился. Помнится, при первой нашей встрече вы мне сказали, что если понадобится, то вы готовы нам помочь. Было в его тоне что-то особенное, что заставило Зернова насторожиться. Верно, согласился он, и сейчас повторяю. Так вот, нужна ваша помощь, и дело тут посерьезнее, чем с тем львом. Усмехнулся Игорь. Зернов нетерпеливо махнул рукой. Это все мелочи, дорогой мой, досадные, но мелочи, говорите. Говорите, не бойтесь, не подведу. Ваше дело как на войне, а я там батареей командовал, и говорят успешно, ей-богу. Тут из пушек стрелять не придется, тут дело мельче и тоньше. Тут тоже враг, нахмылился Зернов. Понимаю, это не Америка, банд таких нет, и гангстеры помельче, но у нас не должно быть и таких. Он говорил горячо, искренне, хотя и с некоторым пафосом. Так вот, Игорь запнулся, извините, не знаю, как вас зовут. Павел Григорьевич, а меня Игорь. Так вот, Павел Григорьевич, человека, которого вы ждете, жду и я. Что вы говорите? Да, это опасный человек. Вам две просьбы. При нем не говорите, где я работаю. И ничему не удивляйтесь. Если я что-нибудь предложу, поддержите. Все? Все, хотя еще одна просьба. Третья. Ведите себя с ним по-прежнему дружелюбно. Это, пожалуй, сейчас труднее всего. Это необходимо, с ударением произнес Игорь. Это самое важное. Хорошо, согласился Зернов, и огорченно добавил. Но вы мне отводите какую-то пассивную роль. Игорь улыбнулся. Павел Григорьевич, вы чудесный художник. У каждого своя работа. Ну, знаете, возмутился Зернов, я не в башне из слоновой кости живу. Что за дурацкие представления? Я был офицером, как вам уже доложил, офицерами остался. Павел Григорьевич тронул его за рука, Игорь. Это не он? В этот момент в зал вошел высокий сутулый человек с узким лицом и редкими, гладко зачесанными назад волосами. Он был в бежевом костюме, сидевшем на нем мешковато, словно бы с чужого плеча. Или это только показалось Игорю? И еще Игорю бросилась в глаза какая-то хищная, потаенная сила, сквозившая во всех движениях этого человека. При появлении чернявый парень, сидевший за крайним столиком, неуверенно приподнялся и что-то спросил. Человек окинул его быстрым, цепким взглядом и кивнул головой. Тогда паренек передал ему записку и поспешно, не дожидаясь ответа, вышел. Эта короткая сцена встревожила Игоря. Черт возьми, о чем предупредил Сердюка этот парень? И кто он сам такой? По правилам кто-то из опергруппы должен был бы пойти за ним. Но обратят ли они внимание на этого парня? И почему нет Костова? Все эти вопросы молнией промелькнули в голове у Игоря, а Зернов в это время хмуро буркнул. Он самый. Игорь взглянул на художника и усмехнулся. Так нельзя, Павел Григорьевич, глядите веселее. А Сердюк в это время пробежал глазами записку, сунул ее в карман, потом осмотрел зал и весело помахал рукой Зернову. Тот в ответ сделал широкий приглашающий жест и тоже улыбнулся. Сердюк подошел к ним и Зернов суримонно познакомил его с Игорем. Мой юный друг, сказал он, и подает надежды. Вернее, сын друга, поправил его Игорь, папаша тоже мажет. И он насмешливо подмигнул Сердюку. Тот посмотрел на него с симпатией, но деликатно возродил. Серьезное занятие. Я вам посмотрел у Павла Григорьевича. Завязался разговор, Сердюк держал себя свободно, хотя и скромно. Умен черт, подумал Игорь. Его все больше беспокоило, что ни один из сотрудников не заходит в ресторан, как было условлено. Неужели они пропустили Сердюка, не заметили его, или ждут косого? Игорь, уже давно закурив, бросил спички на подоконник рядом со столиком, и теперь, словно из чаях, отодвинул занавеску. Это был сигнал. Но и после этого никто из опергруппы в ресторан не зашел. Игорь терялся в догадках. Неужели группа снялась и оставила пост? Только этого не хватало. Надо немедленно связаться с Федором Кузьмичем, вызвать новую группу. Но как? Сердюк все время на стороже. Один неверный шаг и... Что не говорите улыбаясь, говорил между тем Сердюк. Незнакомых женского пола усмехнулся Зернов. И тут вдруг у Игоря мелькнула идея. А что? Это дело поправимое, засмеялся он. И Павел Григорьевич тут тоже не промах кажется. И он заговорчески подмигнул Сердюку. Что? С негодованием воскликнул Зернов, но тут же замолчал и с неловкой усмешкой добавил. Впрочем, еще большую неловкость почти стыд испытывал сам Игорь, но другого выхода не было, и он добавил. Павел Григорьевич, папаша ведь не узнает, а мы малость повеселимся у вас в студии, пригласим кое-кого, я могу позвонить. Ну, разве только ради нашего гостя, смущенно пробормотал Зернов. Сердюк усмехнулся. Я бы не отказался, если так. Вот сейчас и позвоним, быстро поднялся свое место Игорь. Тот на углу автомат, вы мне только номер квартиры напомните, обратился он к Зернову. Неожиданно Сердюк поднялся вместе с ним. Пойдем провожу, сказал он. Делать ничего не оставалось, и Игорь согласился. Ничего себе положение, подумал он. Они вышли из ресторана. Игорь надеялся, что Сердюк подождет его около будки автомата, но тот втиснулся вместе с ним и, отдавая его жарким дыханием, спросил. А ничего, девушки? Первый класс, ответил Игорь, чувствуя, как начинают дрожать руки. Он еле набрал номер Светкова и, услыхав знакомый голос, сказал. Верочка, это я, Игорек. Что, изумился Светков, вы не туда попали, милый. Но Игорь, чувствуя, что готов провалиться сквозь землю, с отчаянным упорством повторил. Да, это я, я, Игорек. Не узнаете? Тот один мой приятель пришел. Есть возможность весело провести вечер. Приезжайте с подругами, я скажу адрес. Что за черт, воскликнул сбитый с толку Светков. Какая вам верочка? Вы что? И вдруг уже другим тоном закричал. От коленка это ты? Ну, слава богу, узнали, удовлетворенно засмеялся Игорь. Так приедете? Постой, постой, неужели появился Сердюк? В голосе Светкова прозвучала тревога. Вот именно. Где он? Рядом со мной. Интересный парень. И тут вдруг Сердюк схватился за трубку. А ну, дай я ей скажу. Игорь остранил его руку и быстро произнес. Он хочет сам с вами поговорить. Сейчас, быстро ответил Светков, скажи, только дверь закрою. Через минуту Сердюку ответил молоденький и веселый девичий голосок. Конечно, мы приедем. Давайте адрес. Внешне очень довольные вернулись от Коленко и Сердюк в ресторан и Игорь бодро сказал Зернову. Пошли, Павел Григорьевич, гости скоро будут. И тут он внезапно поймал взгляд Сердюка подозрительный и настороженный. У Игоря тревожно жало сердце. Видно, что-то учуял этот зверь и как он поведет себя. Дальше было неизвестно. Востив после отъезда товарищей был в таком угнетенном состоянии, что не сразу даже узнал Олега, когда тот вышел из ресторана. Он его догнал в остановке троллейбуса. Успокоившись, Виталий стал наблюдать за Полуяновым и заметил, что тот нервничает. Нет, он, видимо, не боялся, что за ним следят. Он не оглядывался по сторонам и не прятался, но по его порывистым движениям, потому, как он осервенело закуривал, как хмурился и грыз папиросу в зубах, Виталий понял, нервничает и сильно. Потом они ехали на троллейбусе, сначала на одном, потом на другом. Незаметно следовать за Полуяновым не составляло труда. Виталий скоро заметил, что едет Полуянов не домой, и это его заинтересовало. Что же с тобой происходит, мысленно спрашивал он его. Куда едешь, и откуда ты, парширец, взялся? И еще Виталий мучительно думал о том, виделся или не виделся Олег с косым, и зачем он приходил в ресторан. Но ни на один вопрос ответа не было. Настораживало только состояние, в каком находился сейчас Полуянов, да еще, пожалуй, цель его поездки. Между тем, вторым троллейбусом Полуянов доехал до Комсомольской площади и подземным переходом прошел к Ярославскому вокзалу. Уж не собрался ли ты, братец, тоже в Снежинск? Усмехаясь, подумал Лосев. Однако Олег купил билет в пригородной кассе и направился на перрон. Начинало смеркаться, муфонари еще не сжигались. За Полуяновым следить становилось трудно. Его легкая фигура мелькала среди других людей, поминутно исчезая в толпе. Обеспокоенный Виталий сократил дистанции. Что бы он ни думал, как бы ни поступил, одна мысль не давала ему покоя. Что с Васькой? Ведь он тоже поехал с Косым на Ярославский вокзал. Это было давно. Их сейчас здесь нет. Разыскал Никифоров Ваську в этой вокзальной толпе или нет? И зачем Косой повез его сюда? Если он виделся перед этим с Олегом... Да нет-нет, почему Виталий так решил? Мысли путались, и Виталий гнал их от себя, нервничал, и из-за этого в какой-то неуловимый момент вдруг упустил Павуяновы. Тот исчез в толпе. Виталий заметался по перрону, проклиная себя и свои дурацкие бабьи нервы. Павуянова нигде не было. Тогда Виталий сказал себе «Стоп, а ну рассуждай». Он и в самом деле остановился и усилием воли заставил себя сосредоточиться. Прежде всего надо было оценить обстановку. Виталий огляделся. Перрон узкий, и хотя он забит сейчас людьми, назад к вокзалу мимо Виталия Павуянов пройти незамеченным не мог. Значит, он впереди. Около перрона стояли два электропоезда. Один из них справа только что пришел, поэтому на перроне так много народу. В этот поезд Павуянов сесть не мог. Значит, он сел в левый поезд. Тот отходит в 20.15, это Виталий заметил, когда еще подходил к перрону. Значит, до отхода еще 15 минут. Пассажиров в вагонах немного, дачный сезон еще не начался. И так надо заходить на площадку каждого следующего вагона и, не теряя из виду перрона, просматривать сидящих на скамьях пассажиров. Виталий окончательно успокоился. Так с ним бывало всегда. Как только случалось что-то непредвиденное и опасное, нервы собирались в кулак, голова начинала работать четко и ясно, в каком бы перед этим состоянии Виталий не находился. Появлялось второе дыхание, как любил выражаться Илья. Виталий шел из вагона в вагон, но Полуянова нигде не было. Он мог легко скрыться, говорился он и не думает об этом. Значит спокойненько сидит себе и ждет когда тронется поезд. Очень мешал полумрак, царивший в вагонах. Виталию пришлось даже зайти в один из них, предварительно убедившись, конечно, что на ближайших скамьях Полуянова нет. Все было напрасно. Этот проклятый парень словно растворился в вечерних сумерках. Когда Виталий подошел к последнему вагону, он почувствовал, что нервы опять начинают сдавать. Он готов был снова бежать назад на перрон, оттуда на вокзал, метаться среди людей, наконец, просто кричать «Полуянов, где ты, Полуян?» Виталий зашел в вагон, в тот же миг там вспыхнул свет, и в этом ярком, показавшемся почти солнечном свете, Виталий вдруг увидел Полуянова. Тот сидел на одной из скамеек, привалившись к стенке и смотрел в черный проем окна, нервно покусывая нижнюю губу. Виталий устало опустился на ближайшую скамью, инстинктивно сев, однако, так, чтобы Полуянов не мог его заметить. Через минуту раздался резкий добежащий гудок, пояс слегка дернулся, и колеса все быстрее застучали. В вагоне было совсем мало пассажиров, все сидели, и Виталий в зеркальном стекле двери ясно видел Полуянова. Тот, не отрываясь, смотрел в окно. Пояс шел и шел, входили и выходили пассажиры, Полуянов продолжал сидеть. Наконец, когда голос репродукторе объявил очередную остановку, он беспокойно задвигался, потом, нехотя, встал и направился к площадке вагона, около которой сидел Виталий. Они почти одновременно соскочили на полутемную платформу. И тут Виталий понял, что дальше в этой незнакомой окутанной темнотой местности он не сможет, оставаясь незамеченным, следить за Полуяновым. Стоит тому свернуть за любой угол, в любой проход между дачами, и он пропадет в этой кромешной тьме. И еще Виталий понял, что Полуянов приехал сюда не случайно. Чутье оперативника подсказывало ему, что он сейчас идет по важному следу. Не последнюю роль в принятом решении сыграло и то, что Виталий уже знал Полуянову, знал его трусливую и подлинненькую душонку. Поэтому, когда они сошли с платформы, и Полуянов двинулся вдоль полотна железной дороги мимо темных дач, Виталий догнал его и положил руку на плечо. Толь сдрогнул и испуганно прянул в сторону. Тихо Полуянов предупредил его Лосев, другой рукой инстинктивно нащупывая холодную рукоятку пистолета в кармане. Тихо, мы пойдем сейчас вместе и не вздумай выкидывать номера. Это вы? Вглядываясь в лицо Виталия, прошептал Полуянов. Узнал? И помни, я буду стрелять, если что. Пошли. Я не пойду. Пойдешь. Ты поведешь меня. Но я тут ни при чем. С давленным голосом воскликнул Полуянов. Это все он. Пошли. По дороге расскажешь. Ну ладно, только приготовьте пистолет. И они двинулись в темноту. На невысоких могильных холниках стояли кресты самые разные. Деревянные, металлические, простые, две перекладины, литиеватые, отлитые на заказ. Тропинки петляли в жухлой прошлогодней траве между железными оградками могил. Ветер задумчиво шелестел в металлических листьях венков. Уныло раскачивались редкие худосочные деревца, словно обрызганные первой зеленой листвой. Вдалеке за вспаханным черным полем виднелись последние ряды дач. С другой стороны к кладбищу взбирался по склону бронзово-зеленый вал соснового бора. Было тихо и пусто здесь в этот предвечерний час. Косой привел сюда Ваську после долгого блуждания по поселку. Он ни у кого не хотел спрашивать дорогу. Наследим только, говорил он Ваське. На кой это надо? Мы лучше тихо, шито-крыто и там... Васька согласился поехать сюда только после того, как Косой сообщил, что на кладбище припрятаны вещи с большой кражи и их надо непременно перенести в другое надежное место. Косой не только обещал рассказать, что это была за кража и с кем он ее совершил, но и поделиться добычей. И Васька сделал вид, что ради доли в добыче он готов ехать куда угодно. Он хорошо помнил, что говорил ему напоследок цветков. Надо Вася выкорчевать это гнездо и делать тут ни в одном косом. Смотри, слушай и запоминай. Но на рожон не лезь, это я тебе строго говорю. А Васька решил все увидеть и ради этого полез на рожон. Однако главное заключалось не в этом. Главное, из-за чего Васька нарушил строжайший приказ Цветкова и не поехал домой, заключалось в том, что Косой вдруг охотно согласился вернуть пистолет. Валяй, бери, усмехнулся он, и усмешка эта была, как всегда, какой-то нехорошей и непонятной. Я себе другую пушку нашел, пострашнее, только она тоже там. И Васька поверил. От волнования у него задергалась щека, и он торопливо прижал ее рукой. Вообще в этот вечер Косой был необычно весел и покладист, так необычно, что в другое время Васька непременно бы обратил Но сейчас мысли его были заняты одним. Он скоро получит назад отцовский пистолет, все узнает о Косом, чего раньше не знал, а потом потом с ним посчитается. Они долго плутали по дачному поселку, пока не вышли к полю. На свежей пахоте чуть заметно дрожал воздух. Вдали на бугре виднелось кладбище. В дрожащем воздухе кресты там, казалось, шевелились, манили к себе людей. На маленькой скамеечке около одной из могил они присели и молча закурили. Пустынная тишина кладбища действовала на боях. Потом Косой смехнулся и сказал, вот и подождем тут. Чего ждать-то? спросил Васька. Каждый свое ждет, что на роду написано, неопределенно ответил Косой, продолжая усмехаться и тягуче сплевывая себе под ноги. И тут вдруг Васька почему-то подумал, что Косой сильнее его и что у него в кармане наверняка лежит нож. Сумерки сгущались и желтая пыльная дорога среди черного поля была уже едва видна. Подойдет кореш мечтательно сказал Косой лопату приволокет могилку я троем это зачем? Голос у Васьки чуть заметно дрогнул. Надо так надо резаный ответил Косой и в голосе его прозвучали какие-то новые незнакомые Ваське нотки. Это был страшный план. Лишний холмик среди могил найти будет трудно. Да и кому придет в голову такая кочунственная мысль? Даже Олег Полуянов не испугался когда Косой велел ему прихватить на дачу у знакомых лопату. Малом Косой сначала посчитается с Васькой а потом будет ждать Олега чтобы зарыть кое-какое барахло которое они с Васькой привезут только и всего. Тихо было на кладбище пусто и тихо лишь где-то внизу во тьме под поровами ветра глухо шумел лес. Двое сидели у чьей-то могилы и ждали каждый по-своему представляя себе то что должно произойти. Когда вышли из ресторана Сердюк был весел и беззаботен добродушно потрунивал над Зерновым и переменивался с Игорем и от коленка решил что все это ему показалось ничего Сердюк не заподозрил да и что можно было заподозрить в том игривом разговоре который был того с неизвестной но веселой и бесшабашной девушкой. От коленка догадался что с Сердюком говорила Тоня секретарь их отдела это ее конечно позвал Цветков а Тоня была человеком надежным. На вечерних улицах уже зажглись огни было необычно тепло до студии Зернова дошли быстро она находилась совсем недалеко тоже в новом доме на самом верхнем этаже в квартире была только одна большая комната с низким потолком и непривычно длинным окном около стен лежали подрамники на некоторых был натянут свежий еще не загрунтованный холст в углу стояла широкая старенькая тогда рядом на маленьком столике горой лежали кисти карандаши стояла немытая чашка из-под кофе металлический чайник с черными потеками тут же на тарелочке лежали хлеб и колбаса у окна стоял мольберт с начатой картины изображавший видимо уголок Москвы несколько больших портретов маслом стояли прислоненные к стене старенькие облезлые стулья дополняли обстановку батюшки что у нас тут творится схватился за голову зернов и придут дамы сердюк махнул рукой дело какое а вот выпить есть у вас выпить нет растерянно посмотрел на Игорь зернов я как-то признаться запамятовал и тут же свое кило прибавил давайте я спущусь не возражаете он опять обращался к Игорю ради бога вы хозяин улыбнулся тот а мы пока приберем тут зернов был какой-то потерянный и нервный и это начинало беспокоить Игоря тем более что тот все время следил за каждым движением сердюка и обращался с ним как-то опасливо и очужденно видимо и сердюк заметил эту перемену и тоже насторожился реплики его становились все суше и короче безоблачное настроение явно портилось когда зернов наконец ушел сердюк задумчиво сказал хозяин насчего-то не того задергался и вообще бабами он не увлекается а нам с ним детей не крестить беззаботно возразил Игорь крыша над головой есть и ладно сердюк нахмурился ладно да не очень у вас что-нибудь получше есть весело спросил Игорь тогда предлагайте а ты парень я погляжу того сердюк усмехнулся шустрый Игорь многозначительно подмигнул я не только шустрый я еще и деловой и все москву знаю где чего будь спокойны доверительный завихватский тон его видимо понравился сербику понагляделся и презрительно заметил художник тоже мне они говорят тысячи гребут а этот с хлеба на квас вот сегодня я был у одного он вдруг запнулся и не очень естественно воскликнул решив видимо перевести разговор на другую тему а картину он нарисовал до черта и сколько же за это ему платят чужие рублики считаю когда они моими становятся засмеялся Игорь тоном однако давая понять что речь тут идет вовсе не о воровстве и в свою очередь спросил а где же вы были сегодня но Сердюка не так-то просто было вызвать на откровенность улыбка вдруг стерлась его узкого лица он остро взглянул над коленкой и отрезал где был там меня нет но обстановочка понравилась будь здоров растеянно ответил Сердюк что-то обдумывая про себя а сведу совсем человек незаветный неужели ограбил кого-то подумал Игорь его надо брать сегодня же такого водить нельзя сорвется и тогда ему стало страшно от одной мысли что Сердюк останется на свободе нет-нет что угодно только не это в нем чувствовалось такая сильная злая воля такая бездушная совсем звериная жестокость сейчас лишь легка прикрытая напускным добродушием что даже ему от коленка привыкшему ко многому становилось не по себе скорее бы приехала группа лихорадочно думал он а вот все твое не подведут спросил вдруг Сердюк и в голосе его Игорю послышалось что-то новое что-то видимо решенное будьте спокойны а что а то медленно произнес Сердюк мы им один сюрприз устроим тихо тихо было на кладбище и уже совсем темно внезапно косой насторожился прислушался потом поднялся со скамейки и потянувшись лениво совсем спокойно сказал ну а теперь посчитаемся это в каком смысле у Васьки страшно задергло щека и он по привычке зажал ее рукой а вот в каком косой вдруг развернулся и силой ударил Ваську кулаком в висок в кулаке был зажат нож косой бил рукояткой Васька со стоном повалился на землю а косой уже сидел на нем и захлебываясь от долго сдерживаемой ярости почти шипел ему в лицо продать захотел мусором стал не уйдешь теперь его всего трясло получай сука косой размахнулся ножом удар над кладбичем пронесся короткий отчаянный человеческий крика В тот же момент косой услышал за спиной торопливые шаги. Он приподнялся, вглядываясь в темноту, и спросил резко. Оляшка, ты? Я-я. Чья-то фигура, непохожая, высокая, мелькнула за оградой ближайшей могилы. Косой, пригибаясь, отскочил в сторону, споткнулся обо что-то и упал, больно ударившись плечом о скамейку. Нож выпал из руки, искать его в темноте было бесполезно. И, разрывая на груди рубаху, он выхватил из-за пазухи маленький пистолет, мутно блеснула в руке перламутровая рукоятка. Встань, Косой, встань, говорю, услышал он чей-то перерывистый взволнованный голос. И бросай оружие. Перед ним вырос тело от человека, и слова его звучали так грозно, с таким гневом, что у Косовой исчезли последние сомнения. Это был совсем не тот человек, которого он ждал, который должен был прийти и принести лопату, чтобы закопать Ваську. И в этот момент раздался слабый, неуверенный голос Васьки. «Я... я встану! Я хочу встать!» Он стал медленно подниматься с земли и вдруг заплакал короткими злыми всклипами. «Я ему сейчас...» — бормотал Васька, боясь с непослушным своим телом. Косой почувствовал, как поманится мозг, слепая ярость охватила его. «Врешь!» — заскрипел он зубами. «Не встанешь!» Он вытянул руку с пистолетом, и в тот же миг вместе с гулким раскатом выстрела метнулся на него на пистолет, на выстрел, только что возникший перед ним человек, и Косой задохнулся от навалившейся на него тяжести. А Васька тихо, без стона, опустился на землю. И тут около него вдруг возник другой человек, бледный, трясущийся, весь перепачканный в земле, Олег Полуянов. «Васька, ну Вася!» — затряснул за плечо и, стуча зубами, глотая слезы, все повторял. «Ну Вася!» В это время два тела, скрученные в тугой потный жгут, катались по земле. Косой впился зубами в чужое плечо, бил ногами, а руками тянулся к горлу. Он чувствовал тот сильнее, чувствовал по вздувшимся мышцам, по ответным ударам, покажущиеся неуловкости навалившегося на него тела. Только бы дотянуться до горла. И вот одной рукой он уже впился в него, человек захрипел, на миг ослабли его руки. Косой попытался вскочить, думая уже только о том, чтобы бежать, туда, в спасительную темноту, в лес, забиться, туда исчезнуть. Он приподнялся на второй свободной руке, рванулся в сторону, и тут вдруг рука подломилась, непонятное тело завернуло ее за спину, хрустнуло с дикой болью плечо, и косой плашмя рухнул на землю, теряя сознание. «Зови людей!» — прохлепел Виталий, обращаясь к затихшему Полуянову. «Зови всех, кого встретишь, но живо!» Ох, как ему тогда, в ту минуту пригодилась его десантная школа. Она попросту спасла ему жизнь, ему и Васе, если быть точным. Он оперся трясущимися руками о землю, собираясь подняться, и вдруг нащупал в развороченной траве маленький пистолет. Виталий поднес его к глазам, на рукоятке матовой обелели перламутровые пластинки. «Тот самый отцовский!» — мелькнуло в голове у Виталия, и он с отчаянием подумал. «Вера Григорьевна, как я вам обо всем этом расскажу?» Виталий вдруг почувствовал, как комок подкатывает горло и начинает мелко дрожать подбородок. «Но живо!» — зачем-то повторил он, хотя Полуянов, сутулясь, уже уходил в темноту, туда, где вдали светились огоньки дач. Поверх освещённым оживлённым улицам оперативная машина шла, почти не снижая скорости на перекрёстках, нетерпеливо вырываясь на жёлтый свет светофоры. Цветков грузно повернулся на переднем сиденье, не говорил двум сотрудникам и Тоне, сидевшим сзади. «Вы, Тоня, в квартиру не заходите, на ваш голос должны открыть дверь. Потом вы что-нибудь ещё скажете погромче, чтобы в комнате было слышно, и всё. А зайдём мы. Вам ясно?» «Нет, не ясно», — безбоязненно возразила Тоня, худенькая темноволосая девушка, одетая сейчас в необычно яркое платье. Цветков, привыкший, чтобы его понимали с полуслова, терпеливо учительским тоном спросил. «Что вам не ясно? А то. Вдруг дверь откроет этот бандит, увидит вас и захлопнет. Дверь должен открыть от коленка, но если откроет сердюк, он увидит только вас. Скажите, что остальные поднимаются. Оставьте дверь открытой и смело проходите в комнату. Вот так. Теперь всё ясно?» Один из оперативников с досадой сказал. «Неужели нельзя его поводить? Ведь условились. И потом вещи добавил другой. Парсигар этот из музея. Это же какие улики?» «Обстановка изменилась», — ответил Цветков. «Мы рассчитывали, что в ресторан придёт и косой. А теперь он исчез. Нет, сердюка надо брать немедленно. А санкственный арест мы без улик получим. Беглый ведь». Шофёр, видимо, хорошо знал дорогу. Машина уверенно сворачивала с одной улицы на другую и, наконец, остановилась возле одного из новых домов. «Этот?» — спросил Цветков. Шофёр отрицательно мотнул головой. «Нет, вон тот третий». «Ну, правильно. Службу знаешь», — удовлетворённо сказал Цветков. «Тоня, вы вперёд идите. Мы вас догоним на лестнице». Через несколько минут все четверо собрались на площадке девятого этажа. Один из оперативников приложил ухо к двери и, понизив голос, с удивлением сказал. «Тихо. Они спать там легли, что ли?» «Да, странно», — согласился Цветков и приказал. «Звоните Тоне». Трое мужчин отошли в сторону, Тоня позвонил и. Некоторое время за дверью было тихо, а потом раздались осторожные шаги, и незнакомый голос спросил. «Кто там?» «Вы разве не ждёте гостей?» — как можно беззаботнее спросила Тоня. «Гостей? Видите ли?» — сбивчиво пробосил голос за дверью. Тут и некоторым образом произошло нечто неожиданное. Щёлкнул замок, дверь распахнулась, и на пороге появился зернов. На бронзовом его лице блуждала растерянная улыбка. Он с удивлением оглядел Тоню и спросил. «Это вы обещали приехать?» «Да, а что?» «Вы, извините, одна?» «Да что случилось?» — нетерпеливо спросила Тоня. «Говорите же, где ваши гости?» Дело в том, растерянно развёл руками зернов, что гости исчезли. «Не так прост этот Сердюк». «Понимаешь, совсем забыл», — сказал Сердюк. «Есть одно срочное дело, надо ехать. Так ведь гостей ждём», — с беспокойством ответил Игорь. «И перед хозяином неловко». «Гости до другого раза обождут, а хозяин...» «Что-то хозяин наш больно дёргаться стал». «Не нравится мне это», — Сердюк говорил уверенно и властно. «И ему, кажется, твоя затея не по вкусу». «А как же я?» «Ты», — задумчиво послопил у него Сердюк, «можешь ехать со мной, если хочешь». Что было делать от коленки? Задержать и пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно. И Ашкаленко, видно, вошёл к нему в доверие. Как же это не использовать? Так ведь и было вначале задумано. Правда, их должна была сопровождать группы, иначе опасно, что же делать? «Надо остаться», — наконец покачал головой Игорь. «Вы уж меня не подводите». Но Сердюк не привык менять решение. И действовал он быстро. Игорь не заметил, как тот оказался в передней. И теперь, щёлкнув замком и приоткрыв дверь, Сердюк сказал, испытывая, поглядывая на Игоря, «Ну, Илья, Игорь, пожалеешь». Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. «Было ясно, что задержать Сердюка не удастся. Стрелять? Но тот выскочит на лестницу раньше, чем Игорь выхватит пистолет. Да и вообще». «Ладно, пошли», — вздохнул Игорь, и уже, начиная новую игру, заинтересованно спросил, «А что за дело?» «По дороге скажу». Они стремительно спустились по лестнице, Сердюк бежал впереди, перепрыгивая через ступеньки. Его высокая, кряжистая фигура с удивительно гибкой спиной и узкий, бритый затылок всё время маячили перед Игорем. И он боролся с искушением ударить по этому затылку, чтобы никуда уже не бежал этот опасный человек, чтобы никогда больше не строил никаких планов, потому что каждый из них нёс какую-то беду, какое-то горе людям. Нет, Игорь не думал в этот момент о том, что же это у него за работы, что же это за порядки в ней такие, если нельзя сейчас сбить с ног этого бандита, если надо ему улыбаться. Так бы, конечно, подумал Лосев, спрыльчивый, непосредственный и не очень тёртый на такой работе. Он бы тоже не ударил, но он и переживался бы при этом сверх всякой меры. От коленка не переживал, он был спокойнее и опытнее, но соблазн, честно говоря, был. Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около кропуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. Следом за ним вскочил и Игорь. Он даже не успел оглядеться. В ГУМ, быстро сказал Сердюк. И скорее. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Было похоже, что Сердюк уже составил план действий. Это было странно. Ведь ещё час назад он явно не помышлял ни о чём подобном. И почему именно ГУМ? Значит, у него там есть какие-то связи. Игорь уже не думал о своих опасениях. Его охватил знакомый азарт неожиданных открытий. Вернее, опасения всё же остались. О них не думал бы сейчас тот же Лосев. А Отколенко сразу же припомнил, где находится комната милиции в ГУМе, кого он знает там из оперативных работников, и даже где они могут сейчас находиться. При малейшей возможности надо будет пройти через эти места и подать сигнал. Нет, Игорь там в ГУМе не будет одинок. И Сердюка там можно будет зажать надёжно. Однако, что же он всё-таки придумал? И кто у него там есть? Представляешь, их рожа сейчас? Усмехаясь, тихо спросил Сердюк. И Игорь заставил себя тоже усмехнуться. Представляю. Сердюк покатился на него, но ничего не прибавил. Такси уже мчалось по проспекту Макса, потом нырнуло под старинную арку китай-городских ворот, и по запруженной машинами улицы добралось до ГУМа. Сердюк сунул водителю деньги, взмахом руки давая понять, что сдачи не требуется, и устремился к входу в магазин. Игорь еле поспевал за ним. Ему приходилось ещё и оглядываться по сторонам. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций, и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня-продавца с изысканным пробором и галстуком бабочкой и тихо сказал. — Видишь, вон, всё уплачено, мировой товар. — Какой товар? — деловито спросил Игорь. Он всё ещё не встретил ни одного знакомого лица в этой разновикой суетливой толпе и напряжённо присматривался к проходившим мимо людям. Поэтому вопрос его прозвучал чуть-чуть рассеянно. Сердюк снова покосился на него и, усмехнувшись, ответил. — Увидишь, предупрежу сейчас, что пришёл. Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвёл глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевёл взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. — Что за чёрт? — подумал Игорь. — Куда он делся? Сердюк мог только пройти за прилавок в дверь, на которую кивнул продавец. Иначе Игорь бы его увидел. — Неужели они действуют так нагло? — Не может быть. Но сейчас сложнее всего было не упустить Сердюка. И махнув рукой на конспирацию, Игорь подскочил к прилавку. — Где тот парень? — напористо спросил он продавца. — Какой парень? — удивился тот. — Какой? Тот самый, который обратился сейчас к вам. Игорь разозлился, этот тип ещё строит удивлённую рожу. — А тобой про хвост. Ещё займёмся особо, — мысленно пообещал он. — Это который заведующего спрашивал? — Я не знаю пока, что он спрашивал. Где он? — Прошёл туда. Продавец кивнул головой на дверь. Игорь нырнул под прилавок и выстремился к двери. Он ещё не знал, что скажет Сердюку, когда столкнётся с ним там за этой дверью. Он жаждал только одного — скорее увидеть знакомую, ненавистную физиономию Сердюка, его высокую фигуру в бежевом костюме. Но за дверью в узком и длинном подсобном помещении никого не оказалось, ни одной живой души, только горы товары. В дальних концах гудели подъёмники, и по обеим сторонам видны были несколько дверей, точно таких, как и та, через которую вошёл Игорь. Следом за ним в эту же дверь просунулась испуганная физиономия молодого продавца. — Гражданин, сюда нельзя! — крикнул он. — Вы что, глухой? — Вам же говорят, что... Откаленко взглянул на него с такой холодной яростью, что тот замолчал. Потом Игорь ссунул ему поднос своё удостоверение и зло спросил. — Что вам сказал тот тип быстро? — Он спросил заведующего. — Честное слово. Паренём готов был заплакать. Но ведь заведующего тут нет. А я знал, что его тут нет. Он был и вышел, значит. Всё было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Неужели он понял, кто такой его спутник? Этого и не могло быть. Значит... Но всё это уже не имело значения. Главное заключалось в том, что Сердюк исчез. Случилось то, чего больше всего опасался Игорь. Это был такой позор, какого он не переживал за все пять лет своей работы в уголовном розыске. Из рук, буквально из рук, упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косуну привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было. На столе высилась гора пухлых томов каких-то дел. Кровя страниц некоторых из них были изрядно потрёпаны и пожелтели от времени. — Ишь ты, — подготовился старик, — подумал Косой. Цветкова очень старые очки, да и печать усталости на широком лице. — Садись, Косов, — Цветков указал на стул. — Будем говорить. — Сонным человеком всегда поговорить приятно, — развязно ответил Косой. — Насчёт приятного не обещаю. И так садишься в третий раз. Случайное дело. Статья 106. — Ага, уголовный кодекс, знаешь, но не чтишь. Цветков невольно заразился от своих молодых помощников литературными афоризмами. — Случайное дело, — вяло повторил Косой. — И оружие не моё. Отобрал в драке у Васьки. Ему было скучно. Всё знакомо, всё опять. Но попутать следователя, конечно, надо. Тут есть расчёт. — Отобрал, — говоришь. Серьёзно, без тени на снежке, — переспросил Цветков. И тон его слегка озадачил Косовы. — Ладно, к этому подойдём. Начнём сначала. На вопросы отвечать будешь? А это смотря какие. — Начнём с биографии. — Так, пожалуйста. Мать-старушка над моей жизнью все глаза выплакала. Кому расскажу, если нервы слабые, тот рыдает. — Ничего, мои нервы выдержат. Рассказывай. Снова кивнул Цветков и перепредил. — Насчёт детства не надо, знаю. Это он действительно знал, какие многое другое касающееся парня, сидящего сейчас перед ним. Над томами дел, которые сейчас лежали на столе, Цветков просидел три ночи. Да и жизнь Косова вплоть до первого его преступления была удивительно схожа со многими, которые уже прошли перед Цветковым. Война. Отец-станкист погиб на фронте. Мать эвакуируется с сыном в глубокий тыл, Снежинск. Идёт на завод по 12 часов у станка. Живут в проголодь в чужом углу. Потом мать в больнице долгие месяцы. Но это всё мать, а сын. Рядом издёрганная уставая мать, слёзы по ночам, похоронная на отца. Хмурая соседка кормит из жалости, пока мать в больнице. Школа, первые классы, первые шалости. Докучливые разговоры с учительницей. Одна на 40 ребят. И свой трудный быт, своя семья. Да лёньке не доходят руки. И озабоченные матери говорят приятелям. С Лёня не дружи, он хулиган. Но есть такие, что плюют на эти советы. С Лёнька интересна, хоть и страшновато. Отчаянный, дерзкий и выдумщик. Но вот новое знакомство. Федька Стук дарит ему нож. Кривое лезвие с устой канавкой, чтобы стекала кровь. И фасонная, красная, чёрным наборная рукоятка. Такой нож это уже серьёзно, по-взрослому. С трепетом берёт его Лёнька. Таким ножом обидно вырезать палочки или кромсать колбасу. Для этого есть перочинный нож или столовый. А этот для другого. Для защиты, для нападения. Когда чувствуешь его в кармане, прибавляется храбрости и лихости. Особенно если выпьешь. А Федька Стук угощает водкой. Да и мужик. И Лёнька Косов, теперь Лёнька Косой, Храбро пьёт, не морщась и не закусывая, Хвастает перед всеми ножом. А потом пьяная драка в клубе И хриплые слова Федьки. Дай-ка нож Косой. И тяжёлая рана у кого-то. И суд. Его нож на стол, улика. И Лёнька, рисуясь, говорит «Я». И первый срок. Над этим делом Светков просидел первую ночь. Ловил, как он выражался, стромки, за что уцепиться. Стромки, которые не могли исчезнуть. Светков не верил, что таких нет в любом, самом отпятом преступнике. Просто их иногда не удаётся нащупать. Истончились, глубоко ушли. Тут нужна рука искусственного хирурга. Кроме того, всегда не хватало времени, закрёстывали всё новые дела. Косой был случай трубный. Далеко ушёл от того первого дела. Ушёл вниз, конечно. Эх, застать бы его на том деле. Небось, сработала бы та, упомянутая вскользь, одними свидетелей фразы. Дай-ка нож. Много в ней подлости и коварства, но сейчас сомнительно что-то. Давай сразу о первом деле, спокойно сказал Светков. Ни один мускул не дрогнул на лице, сказал почти равнодушно, а сам напрягся и ждал, как будет говорить косой. Но тот лишь снисходительно улыбнулся. Плёвое дело драка. Статья 206, часть вторая. Всё взял на себя? Повесили? Федьки боялся, или фасон давил? Авторитету захотел? Светков спросил это деловито, как о чём-то им обоим понятном. Но косой лишь усмехнулся. Не подкатывай, начальник. Один уже пробовал. И Светков понял. Кто-то уже эту струнку нащупал, но тоже поздно. И чтобы только проверить себя, спросил. Когда же пробовал? А когда ко второму сажали? Так, значит, и ко второму дело уже было поздно. Большой, видно, путь он к тому времени прошёл, этот косой. Далеко скатился. Мать эта, кажется, тоже уже не струнка. Это тоже уже перегорело. Так равнодушно и насмешно упомянула её в слезах косой. Да, тяжёлый случай. Что же ещё? Друг, девушка. Должен быть у человека в жизни какой-то ещё дорогой ему человек. По первому делу пока не видно. Федька Стук — это не тот человек. И другие дружки тоже. Так, давай говори о втором деле. Косой помрачнел. Кража резко бросил он. Статья 89. Тоже вторая часть. Да, кража. Второе дело — вторая ночь у Светкова. В нём он тоже разобрался почти. Универмаг обокрали ночью в другом городе за 500 километров от Снежинска. Обокрали сознанием дела. Пролом потолка, направление собак, брали только ценные вещи. Увезли на машине. Большинство вещей обнаружили в других городах. Арестовали троих, в том числе и Косовы. Больше они никого не назвали. А все трое сопляки явно первый раз на таком деле. Но Косой опять, сказал я, назвал себя верховодом. И любопытная деталь. Кража произошла сразу после получения магазином партии мехов. И явная недоработка в деле. Не изучен персонал магазина. А ведь можно было догадаться. Связь с кем-то была. И чья-то рука. Чья-то. Теперь по делу бежавшего из заключения Григория Сердюка известно. Он работал тогда в этом универмаге. Наконец, еще одна деталь. И тут тоже недоработка. У Косова при аресте найдены только женские золотые часики и флакон дорогих духов. Для кого? Ради кого рисковал? Женщина. И снова Светков напряженно ждал, как именно скажет Косой об этом деле. Нахмурился. Сгрубил. Это хорошо. Это что-то уже иное. Может, здесь струнка. А ты давай поподробнее, как было дело, сказал Светков. Так и было, как там написали. Косой кивнул на бумаге, лежавший на столе. Чего рассказывать-то? Чего там нет. Там начальник все. Будь спокоен. Ваши поработали. Им за это платят. Светков покачал головой. Кажется, мне не до конца поработали. А, Косов? Конец будет, когда вышку получу. Хмуро усмехнулся тот. Такой, значит, план себе наметил. Планы насчет нас, это по вашей части. Вернемся к той краже, невозмутимо сказал Светков. Опять, значит, на себя всю вину взял. Глупый ты, святой или трус? Косой метнул на него злой взгляд. Мое дело. Оно и других кое-кого коснулось. Мое. Гаркнул Косой, теряя самобладание. И не лезь. В душу, говорю, не лезь. Нет у меня души. Нет. Губы его дрожали, черные глаза осозились, глядели бешено. Светков не удивился, не остадил, хотя для этого потребовалось немало усилий. Ты что подумал? Спокойно спросил он. Я сказал, что других коснулось. И это не только тот, кого ты не назвал. Это еще один человек, кроме матери, конечно. Косой процедил сквозь зубы. Интересно даже. Это та, которую ты любил, Косов. Однажды в жизни все-таки любил. А она? Нет. В новом приступе бешенства закричал Косой. Нет, баба, под ней. Он грязно вырвался. Других нет. Косой вдруг опумнился и умолк, потом усмехнулся дрожащими губами. Амба, начальник, больше говорить не буду. Хоть трупом делай. Светков посмотрел на него с гневом. Трупы делаешь ты. А я, может, и сам труп. Нет, ты живой, медленно произнес Светков. Из тебя, может, и что другое удастся сделать. Как сам решишь? Помолчали. Потом Светков, закурив, спросил. Навстречу с кем в Москву приехал? Косой демонстративно молчал. Светков усмехнулся. Войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться тогда, как? Косой продолжал молчать. Так, протянул Светков. Не хочешь, значит, говорить. Может, бить будете? Спросил друг Косой. Глядишь, я и подпишу, чего надо. Это, милые, били те, кто считал, что признание — всё, других доказательств не надо. Давно это было. А теперь, значит, наоборот. Признание — ничего так, что ли? Почему? Признание — признание рознь. Вот ежели ты признаешься, чтобы душу свою очистить, новую жизнь начать, как у всех людей, это да, это одно дело. Но если признаешься для хитрости или от страха, это другое. Такое признание меня не интересует, прямо тебе скажу.